В сущности тут нет места для спора. Когда из двух людей, стоящих перед цветным предметом, один называет его розовым, а другой синим, логика совершенно бессильна. В споре дальтонистов с людьми нормального зрения нет ни правых, ни виноватых. Можно только определить, какие глаза у большинства. А. Спор Толстого с миром о ценностях разрешается труднее. Лев Николаевич как-то сказал, что для него все люди делятся на способных и неспособных к религиозному миру пониманию. Что же делать с неспособными? Их довольно много, и между ними попадаются лица, на которых толстовцы никак уж не могут смотреть сверху вниз. Например, Мечников, посетивший в 1909 году Льва Николаевича, оказался абсолютно неспособным. Я попробовал, рассказывал Толстой Гусеву, с ним, Мечниковым, заговорить о религии. Он из уважения ко мне не возражал, но я увидел, что его это совершенно не интересует. Так княжна Мария с монахом, по выражению князя Андрея, даром растрачивали порох, воздействуя в религиозном направлении на старика Балконского. Кому можно апеллировать в этом споре? К большинству? Огромное большинство культурных людей верит в то, что толстовцы закапывают в могилу так усердно и так напрасно, а темный народ стоит в стороне, не принимая участия в споре. К тому же можно ли решать вопрос о ценностях путем всеобщей подачи голосов? Для толстовцев оно, пожалуй, и невыгодно. Непротивлению, злу, насилием в этом случае грозила бы большая опасность. О неизбежном торжестве политике нечего и говорить. А этому идолу толстовцы ни за что не поклонятся. Незадолго до ухода Толстого из Ясной Поляны, киевский студент М. обратился к нему с удивительным письмом. Недовольный противоречиями между личной жизнью и воззрением Льва Николаевича, он предлагал Толстому немедленно покинуть семью. В самом этом факте еще нет ничего чрезвычайного. Уж так завелось с 80-х годов прошлого столетия, что каждый русский гражданин считал своим правом и обязанностью время от времени помогать советам Льву Николаевичу в трудных делах жизни. Такой, видно, был неопытный, беспомощный человек, что никак ему нельзя было обойтись без дельных руководителей и товарищеской помощи. Кто не давал Толстому советов, тот лез к нему со своими делами. К Льву Николаевичу обращались за указаниями морального и практического характера люди, страдавшие отрыжкой, гомосексуалисты, шпионы и так далее. Примечание. Лев Николаевич и на это ответил старушке, которая обратилась к нему за рецептом. Конец примечания. «Дай мне полный лексикон философий, купи и пришли. Неужели твое старое сердце сохлось и не почувствует мольбы моей?» – писал ему кто-то. Льву Николаевичу давали полезные советы гимназистам, прошедшие курс самообразования, учившиеся в семинариях попы, сознательные фармацевты и патриотически настроенные юнкера. Принципы молчалина в свое время нас так глубоко возмутили, что из-за позиции к ним мы теперь смеем вслух свое суждение иметь даже о вещах, которые нас нисколько не касаются. Поэтому само по себе письмо господина М. не могло никого поразить. Но его тон и мотивировка были поистине удивительны. Господин М. был, очевидно, совершенно убежден, что Лев Толстой обязан изменить свою жизнь для того, чтобы красота его, господина М. души, засияла еще более чистым и кротким светом. Называя Льва Николаевича голубчиком, рекомендуя ему много раз прочесть письмо и подумать обо всем этом, господин М. взывал «Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, останьтесь без копейки денег и нищим пробирайтесь из города в город. Приходите тогда и в наш старый, добрый Киев, заходите ко мне, и я буду смотреть вам в глаза и на вашу седую бороду и наслаждаться тем, что вы дали первый росток, первый бутон для того, чтобы из него распустилось счастье, о котором у нас так много пишут, но которого никто еще не нашел». Я не занимаюсь в настоящую минуту вопросом, было ли в письме господина М. то, что господин Наживин называет «интеллигентским кривлянием». Допустим, что кривляния не было. Но что же произошло? Лев Николаевич последовал совету, преподанному ему господином М. Он ушел из Ясной Поляны и величественно скончался в Остапове, исполнив все то, чего от него хотели строгие люди, вероятно, столь же требовательные и к самим себе. Я совершенно не знаю, что произошло с господином М. после ухода Толстого из Ясной Поляны, думаю, впрочем, что ничего особенного не произошло. Но если даже его душа окрылилась и поднялась на неделю двумя ступеньками выше, то всякий скажет, что это событие не только с точки зрения вечности, но и с какой угодно другой точки зрения имеет довольно ограниченное значение. Неужели же господин М. не приходило в голову, что для достижения этого результата нельзя вмешиваться в жизнь такого огромного человека, как Толстой? Как известно, Лев Николаевич был очень растроган письмом господина М. Это, с одной стороны, представляется невероятным. До последних дней жизни Толстой сохранил способность временами отрешаться от своей официозной кротости и взором старого орла, насквозь пронизывающим душу сверху вниз, как ему подобало, глядеть на малых и больших людей. Он знал цену своим корреспондентам и порою очень зло их вышучивал. В одну из таких минут, раздраженный непрошенным вмешательствами в свою жизнь, он писал «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Если принять в расчет кроткий стиль Толстого, эти слова означали нечто вроде «Позвольте вам выйти вон». В одну из таких минут великий писатель не стал бы читать послание господина М. И отправил бы его в корзину, как целый ряд других писем такого же рода, немного менее патетических и немного более грубых. Но, с другой стороны, оставаясь последовательным, Лев Николаевич ничего не мог возразить автору письма. Он должен был растрогаться при его чтении. Ведь он сам учил добрых три десятка лет, что только одно размягчение, хотя бы минутное, есть вещь, а прочее все – гниль. Ведь если у толстовцев извращена перспектива, установленная самой жизнью, если они в большом видят малое, а в малом – большое, то этот противный природе результат мог быть достигнут лишь таким гигантом, как сам Лев Николаевич. Весь этот эпизод имеет чисто показательное значение. Такие толстовцы, как, например, Наживин, конечно, не ответственны за письмо господина М. Но мысли их неизменно свидетельствуют о почти таком же извращении перспективы. Над всем тем, что признает культурное человечество, толстовцы ставят общий могильный крест. Наука, искусство, общественная жизнь, политическая борьба равнодушно ими погребены на дне неподдельного и абсолютного нигилизма. Кто знает, может быть, толстовцы правы, ведь в конце концов на вопрос, что есть истина, за две тысячи лет не последовало решающего ответа. Человечество по сию пору вертится между полюсами Нагорной проповеди и Экклезиаста. Но что же дает толстовцам столь необычную уверенность в собственной правоте? Или такое уж счастье принесло им их учение? Не Бог знает, как велико это счастье. Не Бог знает, как завидно душевное спокойствие толстовцев, если судить хотя бы по книгам Наживина, исполненным боли, гнева и раздражения. Да и что за критерий счастья? Почему не приходит им, толстовцам, в голову, что с мертвым они хотят закопать в могилу живое? Может быть, французская революция и свобода мысли, фауст и война и мир, принцип относительности и философия Шопенгаура имеют не меньшую самостоятельную ценность, чем те опыты душевной стерилизации, которым они предаются столь ожесточенно. Толстовцам ненавистна бактериология, вносящая разврат материализма и отчуждение в людскую среду. Но, может быть, это ужасное зло, хоть немного покрывается открытиями Пастера, ежегодно спасающими жизнь сотням тысяч людей. Как не видят они эти духовные танталы, что их мучительная работа есть хождение по кругу вокруг точки, ставшей в их сознании центром вселенной? В их делах нет творения, лучшей радости, лучшей гордости, впадающей на долю человека. Есть фикция творения, пресловутая работа над собой. Но единственным ее результатом в девяти случаях из десяти остается измученный комок нервов, а в десятом – нечто условное и мгновенное, бесследно канущее в бездну.